В продолжение темы. Отгремев на сцене Дворца культуры, фестиваль, посвященный Дню Народного Единства, продолжился в Наташинском парке. В рамках праздничной программы там выступили русские фольклорные коллективы и артисты национально-культурных автономий городского округа. Несмотря на юный возраст праздника, День Народного Единства очень быстро стал важным и значимым для людей разных национальностей. Общая атмосфера, которая царила на фестивале в Наташинском парке, была тому подтверждением. Конечно, праздник молодой, но суть в том, что он имеет глубокий смысл по той лишь причине, что, казалось бы, такие очень простые слова. Когда мы едины, мы непобедимы, но это очень глубокий смысл. Россия – многонациональное государство. На ее территории с покон веков жили и развивались народы разных национальностей. И даже, несмотря на различия во взглядах, менталитете, да и культуре в целом, всегда находились общие точки соприкосновения, благодаря которым Россия развивалась как сплоченная и сильная страна. Желаю, чтобы люди были более сдержанные, гармоничнее относились к соседям, с уважением. Уважали то, что есть у каждого народа, своя самобытность, самоидентичность. В округе всегда прекрасно организуются торжества. И люди, конечно, не взирая, я еще раз говорю, на зной, на непогоду, всегда приходят в места общественных гуляний. И всегда это очень приятно и здорово смотрится, и приятно принимать в них участие. И пусть погода сегодня не радует, но в этот прекрасный праздник, в День народного единства, здесь, в парке, собралось очень много людей разных национальностей, которые с удовольствием делят этот праздник друг с другом. В этот день со сцены звучали стихи и песни о вечных ценностях, которые каждый ассоциирует с чем-то своим, с семьей, друзьями или страной. Петь будем обязательно шесть песен и о России, и о любви. Будем? У нас репертуар обширный. Концертная программа, посвященная Дню народного единства, продлилась около трех часов. Мария Антонова, Дмитрий Родзянко, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.